Все мы занимаемся саморазвитием и нам интересно сделать свою практику более эффективной, чтобы когда мы занимались, мы с вами получали максимальный эффект. И в чем же заключается этот максимальный эффект? Многие задумываются и многим, наверное, бывает обидно, что прикладываешь какие-то усилия, а результат не тот, какой ожидаем мы, потому что не всегда наши ожидания с реальностью совпадают. Но все-таки всегда хочется, чтобы эти ожидания сбывались. И мы постараемся разобраться, ну, во-первых, как делать так, чтобы ожидания сбывались, ну и, наверное, поговорим еще об ожиданиях, те ли мы ожидания и те ли мы с вами задачи перед собой ставим. Начнем мы, наверное, как раз так, как у нас йога-волна именно с йоги. И говорить начнем именно с физического тела, так как это самый простой уровень занятия саморазвитием. То есть наше тело – это тот инструмент, который мы используем для того, чтобы себя менять. Очень важно, чтобы мы к этому подходили осознанно. Ну, к любому вообще делу, если подходить осознанно, это будет эффективность. Наверное, можно как раз осознанно с ней начать. То есть если вы будете выполнять какую-то практику осознанно, понимая, что вы делаете, то это будет более эффективно. Ну и говоря об асанах, йоге, мы с вами стараемся выполнять все правильно. То есть ищем какие-то книжки либо преподавателей, либо спрашиваем у друзей, как сделать так, чтобы наша практика с вами была правильной с точки зрения нашего физического тела, нашей физиологии, чтобы мышцы тянулись хорошо. Задумываемся об этом. То есть есть методики, техники так, чтобы быстро вытянуть мышцы, чтобы это сделать хорошо, чтобы это сделать безопасно. Потому что травм безопасность тоже до некоторой степени важна в йоге. Почему? Потому что если вы себя травмируете, то вы заниматься не сможете. Поэтому нужно находить определенного рода золотую середину, когда вы занимаетесь, вы стараетесь подходить к своему телу так, чтобы его не травмировать. То есть вы обязательно должны испытывать дискомфорт, потому что без этого нет развития. Но с другой стороны, вы не должны себя травмировать, не испытывать большой боли. Надеюсь, понятно. Вы, например, знаете свое тело и уже доходите до определенного предела. Ну даете, например, 70% своей нагрузки максимальной. И в этой нагрузке находитесь какое-то время. Потому что можно, например, в какую-то асану выйти на несколько мгновений, да, и из нее, так сказать, убежать. Потому что она неприятная. Но если вы сделаете более простой вариант этой асаны и задержитесь на нем какое-то время, то это будет для вас более эффективно. Почему? Потому что во время асан самое главное, чему мы учимся, это расслабляться и терпеть дискомфорт в расслабленном состоянии, а в ненапряженном. Как это работает? Наше физическое тело устроено так, что если мышца напряжена, она не будет вытягиваться. Ну, вытяжение будет минимальным. Но если мы ее в это время сможем расслабить, то, соответственно, вытяжение будет более значимым. И эффект мы увидим гораздо больший со временем. Конечно, не за один раз. Потому что все вот эти вытяжения, они на самом деле очень микроскопические. То есть мы ножку потянули. Ну, на самом деле, вы во время практики замечаете, что вы когда разогрелись, начали заниматься, у вас тело более гибким становится в конце практики. Да, прошло какое-то время, оно опять закрепостилось. И идут такие волны. Главное, мы стараемся, чтобы волна нашего подъема не была меньше волны нашего спуска. Но если практика регулярная, об этом мы тоже с вами поговорим, то, соответственно, эти волны будут постоянно нас, как ступенечки, поднимать вверх. Это тоже очень важно. Мы вернемся к нашим прекрасным мышцам, которые мы стараемся с вами вытягивать, которые у нас закрепощаются. Что еще очень важно? Ну, практику, конечно, мы составляем для себя или ищем преподавателя, который делает ее грамотной, хорошей. Опять же, повторюсь, мы ищем или преподавателя, либо читаем книжки компетентных людей, спрашиваем друзей и так далее. Потому что грамотно построенный комплекс, он будет более эффективно человека развивать, нежели если, ну, как бы человек, как бы наобум какие-то асаны выполняет. То есть комплекс, он состоит из определенных блоков у большинства преподавателей. И, соответственно, если вы найдете хорошего преподавателя, то будет гораздо проще. Не всегда, конечно, есть возможность найти преподавателя под рукой, так сказать, может быть, в городе нету или вообще нет возможности заниматься. Для этого у нас есть йога-волна и другие онлайн-ресурсы, которым вы можете подключаться, чтобы заниматься онлайн. Еще, говоря о физическом теле, стоит вспомнить про такой важный момент, как питание. То есть то, что вы едите, будет даже физиологически влиять то, как работает ваше тело. Потому что человеческий организм будет тратить на переваривание пищи определенные ресурсы. То есть и на практику мы, конечно же, тратим силы, но эта практика дает нам определенный подъем. А что дает нам питание? Питание дает нам определенное количество веществ питательных, которые мы должны, так сказать, получить, усвоить и распределить по телу. Если питание негармоничное, неграмотное, то, соответственно, организм может либо чего-то недополучать, либо, наоборот, получать чего-то слишком много. Это тоже очень важно. Почему? Потому что отравление, по факту, это не какое-то конкретное вещество, а это переизбыток того или иного вещества. Например, если мы скушаем ложку меда, то, вероятнее всего, у человека ничего не будет. Если человек скушает банку меда, то, соответственно, он отравится, у него будут проблемы. То есть одно и то же вещество на человека может влиять по-разному. Почему? Потому что организм получил определенного вещества такое количество, что он не может его усвоить, и это уже переизбыток. Поэтому еды должно быть всегда в норме, и она должна быть гармоничной, то есть так же, как и наша жизнь. Соответственно, надо изучить вопросы питания, диетологии. Это тоже поможет нашему развитию в практике, позволит нам изменяться. Вспомнился эксперимент, ну, наверное, так его можно назвать. У Екатерины Андросовой есть онлайн-занятие, и она своим занимающимся предлагала то ли на неделю, то ли на две бросить есть сахар и пронаблюдать, как это будет влиять на практику йоги. То есть ребята занимались какой-то период, и у них был определенный прогресс, скажем так, вектор движения. Потом она им предложила на две недели отказаться от сладкого и посмотреть на изменения этого вектора. И мне просто было интересно читать комментарии людей, когда они с восторгом и с удивлением замечали, что отказавшись от сладкого, резко выросла практика. То есть я не призываю, что если вы завтра бросите сахар, вы мгновенно просветлеете, и у вас все шпагаты раскроются. Нет. Но даже такие мелочи очень сильно влияют, потому что это работа как на тонком уровне нашего, так сказать, сознания, так и на более грубых оболочках. Это тоже влияет поедание каких-то вкусовых веществ. А сладкого люди обычно едят больше, чем надо углеводов. То есть углеводов-то надо не так много, да и всего надо на самом деле немного. Если почитать какие-то книги по биохимии, посмотреть, сколько надо аминокислот или еще чего-то, человек, он вообще неприхотлив. Но больше мы любим, конечно же, вкус и гоняемся за ним. Поэтому за этим тоже надо наблюдать. То есть сбалансированную диету для себя подготовить. Ну, в качестве еще дополнения к асанам рекомендовал бы использовать обязательно крии. То есть различного рода очистительные техники, как бонус такой, помогут обязательно в йоге. Даже вспоминая хатха-йогу про Дипикову, там говорится, что перед выполнением пранаямы, когда человек занялся асанами, ему обязательно стоит свое тело очистить. Это очень важно, потому что мы жили разным образом жизни. То есть у нас был какой-то багаж, и физическое тело тоже накопило. Мало кто заходит в супермаркет и читает этикетку продукта, который он впоследствии в себя, так сказать, положит. Но если почитать химический состав, то есть какие-то консерванты и так далее. Вообще консерванты – это по своим свойствам антибиотики. То есть люди, которые употребляют большое количество продуктов с консервантами, они очень сильно страдают. Их иммунные системы, ну и другие, в общем, органы будут страдать. Сейчас не об этом речь, а о том, что человек по своей природе, он существо на этой планете. И он должен кушать то, что на этой планете существует и растет. Вот, соответственно, плоды какие-то, ягоды и так далее, орехи и прочее. Но какие-то искусства, выведенные химической промышленностью вещества, человеческий организм в своем генотипе никогда не употреблял. И поэтому для него это немножечко чуждые вещества, и он не может их нормально усваивать. Организм не привык к этому. Поэтому оно все накапливается, как шлаки. То есть организм пытается сначала это вывести, а когда этих веществ становится больше, чем он может из себя вывести за раз, то, соответственно, он их начинает складировать по каким-то углам, чтобы они не мешали центральной нервной системе, кровеносной системе. То есть он их начинает распихивать куда-нибудь на периферию, чтобы в основных органах и жизнедеятельности эти вещества никак не мешали и не влияли. Соответственно, попросту называется это шлаками. И эти шлаки нам надо с вами выводить. Для этого есть определенные очистительные техники, шаткармы. Ну, есть разного рода мини-голодание. Например, на водичке один день люди сидят иногда. То есть очень хорошо. Посты. То есть разного рода такие вещи, имеется в виду голодание, их тоже можно отнести к шаткармам. Но опять же, все шаткармы, голодания рекомендую выполнять только посоветовавшись с человеком. И так знакомый, который где-то что-то услышал, прочитал, а какого-то человека найдите, который реально уже выполнял, неоднократно знает, имеет опыт и, соответственно, посоветуйтесь. Посмотрите, как он себя чувствует, так сказать. Посмотрите на его жизнь. Если вас все устраивает и вы считаете это правильным, то этот опыт рекомендую подчеркнуть. Если какие-то сомнения, то лучше еще побольше информации изучить. То есть книг, лекций, людей, которые практикуют разного рода голодание и очистительные техники, довольно много. Главное тоже относитесь к этому очень аккуратно. То есть не спешите, так сказать, травма безопасности в этом тоже должна быть. То есть если первый раз делаете, не увеличивайте себе сразу сроки, объемы или еще что-то, а делайте по чуть-чуть, попробуйте, посмотрите. То есть, грубо говоря, как в асану. Если вы с первого раза пытаетесь сесть на шпагатик, ножки раздвинуть, наверное, вам будет очень больно и неприятно, если вы до этого ничем не занимались, никакой гимнастикой или танцами. То же самое и в каких-то других техниках. Когда вы их выполняете, идите постепенно, такими, как я говорил, волнами, ступеньками, поднимаясь выше и выше. Это позволит вам задерживаться, потому что если вы сделаете резкий взлет, то будет, ну, как бы большая ступенька и большой потом спуск. Насколько он будет низкий, кому это, грубо говоря, надо. А если мы такими маленькими двигаемся, то обычно это более плавно, бережно и спокойно. Не всегда люди могут, поднявшись, задержаться. Обычно все-таки такая небольшая парабола, что ли, можно назвать, но она неравномерная. Она все-таки либо чуть вверх, либо чуть вниз у людей. Надеюсь, что у вас всегда она будет направлена вверх. Идем далее. Про физическое тело мы с вами пообщались. Если что-то еще вспомню, вернусь. Дальше я бы хотел еще перейти на уровень немножечко мыслей наших. То есть, когда мы с вами что-либо делаем, даже те же асаны, то есть мы будем говорить, опять же, про все те же вещи, но немножечко с другого плана. То есть, если мы говорили асаны про то, что мы разбираем, как работают мышцы, как мы их вытягиваем, мы к этому подходим очень осознанно, так сказать. Мы переходим на уровень мыслей. Например, мы, представьте, встали в асану и ушли своими мыслями куда-то далеко. Например, думаем о работе или о предстоящей какой-то встрече, или о том, что мы будем кушать, когда же эта практика наконец закончится. У меня дома завтрак, ужин, обед ждет. Не знаю, что угодно, то, соответственно, энергии вашей не будет в этой асане. То есть, физически вы ее будете выполнять, но энергетически вы будете где-то далеко. Потому что где наши мысли, там наша энергия. Это такая старая поговорка, которая очень хорошо работает. И, соответственно, в писаниях йоги говорится, что надо сохранять сосредоточенность. То есть, наша концентрация, работа с умом и практики концентрации также помогут нам работать эффективно с асанами и с какими-то другими техниками. Какие есть у нас трюки, так сказать, и уловки, чтобы мы могли более эффективно удерживать свой ум во внимание? Ну, во-первых, это разного рода мудры. Я рекомендую всегда на занятиях выполнять нама мудру. Это подворачивание языка к верхнему небу. То есть, вот наш язычок лежит, и мы его чуть-чуть поднимаем вверх и загибаем чуть-чуть назад. Некоторые загибают очень глубоко, некоторые только чуть-чуть приподнимают к зубам. То есть, разные варианты нама мудры есть. Но попробуйте, и, соответственно, увидите, что это очень просто, и большинству интересно наблюдать за этим. Я общался с занимающимися, и мне многие с удивлением говорили, а я вот раньше йогой никогда не занималась, ну, девушка мне рассказывала, а вот потом, когда узнала, что я с нами мудра, поняла, что я вообще всегда ее выполняю. То есть, она ходила, какими-то делами занималась, но когда она не разговаривала, соответственно, у нее язычок поднимался кверху сам. То есть, для нее это было привычное положение. Потому что, вероятнее всего, есть такое понятие, как реинкарнация и карма. Соответственно, человек, который что-либо выполняет очень много, у него эти привычки сохраняются, и, вероятнее всего, эта девушка привычку из прошлых жизней подворачивать язык к верхнему небу забрала, так сказать, в новую жизнь с собой. Есть такое мнение, и я считаю, оно вполне адекватно и имеет право на жизнь. Соответственно, какие еще бывают мудры? Ну, мудры на самом деле много есть, когда мы пальчики сгибаем таким образом, то есть, большим пальцем мы захватываем наш указательный. Указательный палец – это такое тыкать в кого-то, да, это наше эго. И, соответственно, таким образом мы его немножечко усмиряем. А эго фактически – это основа нашего ума, потому что наш ум устроен на самом деле как эго. Ну, наверное, немножечко стоит вернуться к уму и пробовать поговорить о нем буквально несколько секунд. Не все понимают, что такое ум и что это за такая субстанция. Ну, что вот ум – это и я, и есть, наверное, многие думают, но на самом деле не так. Есть вы, а есть ваш ум. Как это понять? Вот, например, вы меня слушаете и воспринимаете. Ну, иногда у вас в голове возникают какие-либо мысли, которые тоже что-то говорят. То есть, например, вот он сейчас сказал что-то интересное, а потом, нет, он, наверное, какую-то глупость говорит, ну, или еще что-то. А может быть, мне пойти и не слушать эту лекцию к холодильнику, например? Как вариант, могут такие мысли возникать, да? И вы можете заметить, что есть тот, кто эту мысль, так сказать, производит, и есть тот, кто эту мысль впитывает, понимаете, да? Слушает слушатель и говорящий. Вот говорящий – это ум, а слушатель – это вы. И, соответственно, ваш ум транслирует вам определенные мысли. А вы эти мысли уже воспринимаете и решаете, близки вам эти мысли или нет. Но откуда взялся ум? Почему он вам что-то в голове говорит и сумасшествие или это, может быть, это какая-то болезнь? Нет, это происходит у всех людей. Ум – это определенного рода психологическая такая, можно сказать, структура, которая образуется вместе с вами, когда вы рождаетесь. То есть вы родились, начинаете что-либо воспринимать во внешнем мире. То есть ваша душа, она более глубинная, и она к внешнему нашему физическому миру никакого отношения не имеет, кроме того, что ей здесь надо побыть для определенного рода целей и задач. Соответственно, ум начинает выстраиваться, когда начинает душа в физическом теле как-то с этим миром взаимодействовать. Получает какие-то приятные и неприятные, в основном неприятные, там что-то потрогал неприятные или еще как-то. Ну, например, что-то и приятное может потрогать, это тоже можно понравиться. Например, можно потрогать, не знаю, там, кошку погладить, это может понравиться. Да, если ежика погладить, это может не понравиться. разные ощущения и исходя из этих ощущений он строит свое так сказать тело определяет что для него приятно вернее для физического тела через ощущение работая что неприятно и соответственно ум его главная задача защищать вас от всего неприятного чтобы вы ничего не дай бог так в розетку пальцами сунули или еще что-то и максимально приятную вас атмосферу так сказать погружать то есть все что приятно он говорит это хорошо все что неприятно говорит это плохо но важно понимать что когда вы сидите вас они в какой-то или стоите как-то напрягаетесь вам в принципе неприятно но потом вы понимаете что результат нужен и тело становится более гибким и жизнь становится более хорошей и соответственно иногда понимаешь что неприятное может быть конечном итоге полезным и ум нам может говорить что давай мы из этой асаны выйдем как же тяжело когда же преподаватель скажет из нее выйти да вот возникают такие мысли бывает кто вас они стоит долго какой-нибудь аскетичным это может прочувствовать такие мысли в себе но надо понимать что это мысли нашего ума который привык нас держать в безопасность так сказать обкладывать подушками не всегда это нам нужно потому что подушки к саморазвитию никакого отношения не имеют надеюсь вы примерно поняли что такое ваш ум какая такая внешняя структура по отношению к душе и душа ваш внутренний мир ваш ну можно сказать разум хотя на самом деле если брать еще глубже вы даже не разум то есть разум это такая интуиция накопленная не этой жизнью а прошлыми жизнями то есть если брать глубже то есть наш ум который в этой создан жизни а есть разум так сказать накопление из прошлых жизней которые нам подсказывают так интуиция вот если я что-то сделаю скорее всего будет что-то ну например хорошая или наоборот что-то будет не то и туда ходить не стоит потому что на внутреннем плане мы понимаем мы уже накопили этот опыт нам второй раз не обязательно его накапливать и наш разум это нам подсказывает но в любом случае еще глубже находится наша душа или как ее называют живатма которая соответственно бороздит так сказать время и пространство из тела в тело накапливая определенный опыт и самосовершенствуясь этим мы с вами на практиках йоги кстати и занимаемся поэтому когда мы занимаемся практиками йогой очень важно следить за нашим умом направлять его туда куда мы хотим потому что иногда имеет такое свойство отвлекаться ему может быть тяжело находиться здесь сейчас и соответственно своими мыслями куда-то улепетывает в прошлое в будущее но какую-то не очень реальную атмосферу которая здесь не существует потому что прошлого уже нет будущее еще не наступило и соответственно существует только сегодня завтра у нас никогда не наступает поэтому думать о завтрашнем дне ну наверное не очень разумно можно планировать какие-то действия надо понимать что мы живем сейчас и может произойти какая-то ситуация которая может все перевернуть и изменить наш план поэтому мы к чему-то стремимся находимся здесь сейчас а если мы занимаемся йогой находимся на коврике соответственно наши мысли погружены в нашем теле первую очередь то есть мы стараемся сначала что сделать отстроить правильно асану напрячь нужные мышцы какие-то бандхи мудры кто стараемся это помнить на самом деле осознавать свое тело очень тяжело то есть вы можете меня сейчас слушать но вы не можете одновременно ощущать стопу например и ухо ну большинство из вас до или еще какие-то вещи а представьте все тело полностью начать осознавать то есть как работает каждая мышца это не просто поэтому в асанах мы стараемся проходить вниманием по разным частям тела и собирать свое внимание собирать эту асану по частям в единое целое отстраивание ее максимально гармонично и правильно конечно важный момент указать что вы все индивидуальность то есть двух одинаковых тел в этом мире не бывает поэтому не будет двух одинаковых асан при выполнении они могут быть очень похожими но не все равно физиологическая разница хотя бы минимальная есть у людей поэтому с одной стороны асана с картинки это хорошо это определенный эталон и мы к нему стремимся с другой стороны важно понимать что вы можете иметь определенную физиологическую индивидуальность которая вам эту асану например какую-то одну не позволит выполнять какая-то другая у вас будет получаться лучше чем у остальных это вполне может быть для этого рекомендую посмотреть есть фильм такой поль грили по моему автор соответственно называется фильм анатомия йоги у нас есть на видеопортале несколько серий по моему три части переведены и там этот физиолог йог он рассказывает что вот смотрите ну берет конкретного человека у него такие такие-то кости и у него так то так то сустав расположен поэтому вот эту асану он выполнит вот так то а вот этот человек у него по-другому кости растут он и выполнить по-другому и не потому что они как бы кривые у них руки или кривые у них ноги нет а потому что они от природы имеют определенную индивидуальность физиологическую и у вас тоже может быть с одной стороны вы должны стремиться к идеалу с другой стороны понимать что ну некоторых вещей возможно вы и не получите потому что у вас в этом теле нет задачи ее получить вы можете стремиться но это не самоцель то есть с одной стороны красивая асана это всегда приятно то есть можно аватарку сделать в контакте или еще что-то с другой стороны цель йоги все-таки не физическое совершенство и там не знаю максимальное здоровье и максимальная жизнь а совершенствование себя а под собой мы понимаем не физическое тело физическое тело это наша оболочка в которой находится ум разум другие какие-то оболочки то есть как матрешка и соответственно самым-самым глубине находится наша прекрасная душа которая и развивается за счет других оболочек и пытается накапливать определенный опыт ну представьте как есть к faander у космонавта да и внутри космонавт космонавту очень важен скафандр потому что для него это как сказать средство существования но космонавты скафандр это не одно и то же и цель космонавта не то чтобы существовало скафандр а у космонавт например есть какая-то задача чтобы не знаю там починить какую-то антенну выйти поправить ее на каком-то своем космолете соответственно скафандр ему очень нужен но цель то у него другая и он скафандром не является также и вы все не являетесь своими телами вы все являетесь определенного рода более глубокой структуры как которые находятся внутри вас но этот скафандр важно поддерживать в гармоничном состоянии то есть чтобы он нам служил за ним надо определенный обиход то есть кормить спать укладывать там физические упражнения делать иначе он но будет в не очень хорошем состоянии как вот машины мы то делаем у кого есть водители если или там не знаю мотоциклы то даже если велосипед его периодически все равно надо смазывать потому что если не смазывать то педальки крутить со временем станет тяжелее также и наше тело чтобы она суставы со временем не ржавели их надо смазывать хатха йогой и другими какими-то техниками саморазвития поэтому мы подходим стараемся подходить глубоко возвращаясь к нашему уму соответственно вас они мы как я уже сказал осознаем свое тело также дополнительно можно осознавать свое дыхание то есть это очень прекрасная техника когда мы дышим и наше внимание находится в нашем дыхании помимо физического тела не всегда люди могут физическое тело полностью отстроить но постепенно увеличивая с первого раза может не получиться но регулярно выполняя соответственно вы будете этому учиться мы начинаем осознавать как делаем вдох и выдох вдохе и выдохе вас она я рекомендую всегда делать глубокими и спокойными есть конечно техника надо специально дышать быстро или еще что то но при прочих равных условиях если это не обговорено определенными задачами к технике дыхание должны быть спокойными и ровными почему потому что наше дыхание до некоторой степени нас немножечко тонизирует и наоборот расслабляет как это происходит когда мы делаем вдох наше тело приходит в небольшой такой тонус когда мы делаем выдох наше тело наоборот немножечко расслабляется это происходит при каждом дыхании соответственно когда мы выполняем асану мы можем использовать наше дыхание для того чтобы немножечко себя расслаблять ну или например когда мы делаем виньяс то есть движение в асанах одно движение нас будет немножечко тонизировать мы делаем вдох другое движение нас будет расслаблять мы делаем выдох это очень хорошо использовать также хорошо использовать точки концентрации когда, например, у нас дискомфорт где-то. Например, вытягиваем мы ногу, заднюю поверхность, например, ноги, допустим, правой. Подколенные сухожилия, мышцы начинают как-то себя чувствовать напряженно, потому что мы вытягиваем, ну, например, шпагат, одна ножка вперед, другая назад. Соответственно, мы стараемся свое внимание и свое дыхание дополнительно более сильно концентрировать в этом месте, где у нас возникает дискомфорт, и пытаться эту область расслаблять. То есть искать ту мышцу, которая максимально сейчас напряглась. Или вообще искать мышцы, которые, ну, дополнительно напряглись. То есть мы вытягиваем, допустим, заднюю поверхность ноги, а у нас плечи напряглись. Это нам надо? Нет. Соответственно, мы их можем расслабить. Или шея закрепостилась, или еще что-то. То есть начинаем искать в своем теле лишние точки напряжения и убирать их. Соответственно, тело будет более расслабленным, практика будет более эффективной. Напрягаем и вытягиваем только то, что у вас они необходимы. Нет смысла перенапрягать шею, если у нас вытягивается задняя поверхность правой ноги. Согласитесь. Соответственно, еще есть разного рода визуализации. Ну, у каждого они могут быть свои, но сейчас я вам расскажу немножечко про прану, чтобы было понятно, что мы делаем. В йоге есть такое понятие прана. Ну, наверное, слышали, да? И опять же, дыхательные техники в йоге называются пранаяма. То есть мы ищем, так сказать, эту прану снаружи, вдыхаем в себя и, соответственно, забираем в себе. На самом деле, все более сложно. Это утрированный, очень простой вариант, что мы прану впитываем в себя извне. В нас ее уже находится определенного рода количества, и мы можем получить только столько праны, сколько нам, так сказать, предписано на эту жизнь. Но, соответственно, мы можем делать это также более эффективно. Чтобы понять, что такое прана, рекомендую в каком-то чистом месте, в такой солнечный день посмотреть на синее небо. Ну, не на солнце, конечно, а именно на небо, чтобы солнце глаза не слепило, и расфокусировать свое зрение. То есть не смотреть на точку, а вот глаза вот расслабить, как будто вы расфокусируете. Я думаю, примерно понятно, что я имею в виду. И вы увидите такие маленькие точки, которые бегают вот так вот асинхронно, и вот, ну, как молекулы какие-то в какой-то банке, допустим. Да, вот если химией занимались в школе, помните какие-то такие вещи, вам показывали картинку, как вот в физике это тоже проходили, как вот двигаются молекулы, вот, соответственно, такого же плана движения выполняют эти точки. Они очень быстро в разные стороны двигаются. Это считается есть прана. Многие говорят, что это проблемы со зрением или еще что-то. Ну, во-первых, видят большинство людей, во-вторых, в разных местах этой праны разное количество. То есть, с одной стороны, если бы это были какие-то физиологические отклонения, то человек в разных местах примерно одинаковые отклонения у себя и наблюдал бы в зрении, да, и вот какие-то объяснения. Но если вы посмотрите где-нибудь в городе, не знаю, в метро, то, соответственно, она будет, это прана другого качества и в другом количестве. И, соответственно, в чистом месте, в лесу, в горах этого движения, этих блестящих, так сказать, точек, вы увидите больше. Так вот, считается, что с каждым вдохом мы получаем определенного рода количество этих частиц праны, то есть этой энергии. И, соответственно, когда мы вытягиваем какую-то область своего тела, мы можем представлять, как мы во время вдоха получившуюся прану направляем в область нашего, например, дискомфорта. Это будет, например, правая нога, если мы ее вытягиваем, да. То есть мы стараемся эти мышцы, так сказать, насытить этой энергией, чтобы у нас энергия шла лучше и боли было меньше. Но боль на самом деле не стоит ее бояться, это не хорошо, не плохо. Боль говорит о том, что у нас в теле есть определенные закрепощения. То есть блоки, они находятся не только у нас на физическом уровне, но и на энергетическом, потому что наше тело, оно напрямую связано с нашей энергией. Сейчас попробую объяснить. Как я уже ранее говорил, да, что мы более сложная структура, матрешка такая, и состоим не только из физического тела, у нас есть более тонкие структуры. Вот одна из наших тонких структур – это наше энергетическое тело. Вот представьте, у нас есть венозная система, то есть разного рода сосуды, которые по всему телу распределяют разного рода питательные вещества. Вот точно так же у нас есть и энергетическое тело, которое двигается и везде распределяет свою энергию. И, соответственно, куда энергии доходят меньше, то, соответственно, там у нас возникают проблемы. То есть эти кармические, энергетические проблемы, они до некоторой степени связаны, у нас будут где-то, так сказать, откладываться. Как я говорил, откладываются шлаки на физическом уровне. Так есть определенного рода шлаки и на энергетическом уровне. Шлаками на энергетическом уровне можно назвать наши какие-то страсти, проблемы и такие неадекватные действия. То есть, простым словом, грехи, да? Но надо понимать, что это не только какие-то плохие деяния, а это вообще и какие-то пристрастия, казалось бы, может быть, безобидные. Например, мы говорили про сахар. Если человек ест очень много сладкого, то, соответственно, это пристрастие. И, соответственно, он будет получать определенную проблему. Она будет как и на физическом уровне его. Ну, например, человек, который переедает много сахара, он может получить проблемы с поджелудочной железой, с печенью. И, соответственно, на энергетическом уровне происходит. Потому что энергия у нас всегда первична. И не может такого быть, что на энергетическом уровне у человека все хорошо, а с телом стало плохо. Тело на самом деле отражает те проблемы, которые к нам приходят. Они у нас постоянно приходят. И это на самом деле хорошо, что проблемы приходят, потому что через тело мы их можем решать. Бывают такие моменты, когда у людей через тело проблемы не приходят. Это не значит, что у них их нет. Это значит, что на данный момент он не может их усвоить, так сказать, эти проблемы. Он не может их переварить. И если они к нему придут, у него будет совсем все плохо. Поэтому ему проблем не дают. У него, так сказать, другое направление деятельности и движения в данный момент времени. Поэтому проблемы к нему могут не приходить. А йоги, они сами на коврике себе создают такие проблемы. То есть, вроде все хорошо, а он взял и встал в асану, где ему неприятно. Зачем? Мазохист, что ли? Нет. Соответственно, йог понимает. То есть, на внутреннем уровне многие занимающиеся понимают, что когда он чего-то потерпел, ему было плохо и неприятно, потом стало полегче. Почему? Потому что, грубо говоря, энергия стала работать лучше. Он ее до некоторой степени протолкнул, вот эти проблемы решил. Главная задача что? Чтобы эти проблемы не возникали у нас вновь. То есть, когда я говорил вот эти про самые ступеньки, то есть, ну, они такие вот вверх-вниз, да, вот как холмики. Соответственно, вниз это когда мы вновь накапливаем эти проблемы. Поэтому мы должны понимать, что много проблем накапливать нельзя. То есть, ну, кушаем мы сладкое сахар, ну, хорошо кушаем, но надо понимать, что должно быть в меру не каждый день там по шоколадке съедать, да, но если вы не можете себе отказаться, ну, ограничите себя. Попробуйте почитать, сколько вообще надо углеводов, ну, и посмотрите, сколько вы едите и сколько действительно надо. И, соответственно, старайтесь вот чуть-чуть себя прижимать не за раз, возможно, по чуть-чуть, но регулярно это делая. Ну, и, соответственно, раз начали уже говорить о разного рода, так сказать, предписаниях, грехах, так сказать, в йоге есть такое понятие, тоже ознакомьтесь, называется яма и не яма. То есть, это первая, на самом деле, ступень йоги, этическо-нравственная основа. Это предписание, что йог должен не делать, ну, то есть, что делать нельзя, чтобы энергия не потратилась. Очень простое такое объяснение. Грубо говоря, есть действия, которые отнимают у нас силы, нашу внутреннюю энергию, которую мы могли бы использовать на саморазвитие и самосовершенствование. Вот представьте, вы хотите купить себе какой-то предмет, ну, допустим, купите на автомобиль, но вот у вас есть пристрастие, вы каждый день ходите в кино и платите за эти билеты. И, соответственно, если бы вы год не ходили в кино, каждый день платя за билет, то вы могли бы чуть-чуть поближе приблизиться к своей мечте, так сказать, купить машину. То же самое и с практиками. Мы по чуть-чуть можем по зернышку где-то тратить, немножечку, ну, иногда по мешку, иногда по горсточке, да, а иногда по зерну. И надо смотреть, где мы тратим много энергии, на что у нас уходит много наших эмоций. То есть, выброс, так сказать, позитивных, негативных эмоций – это фактически трата энергии. И смотрим, куда мы это тратим, так сказать, и смотрим, здесь много, здесь надо уменьшить и переложить это в другую копилочку, где я буду развиваться. И, соответственно, так вот. Это не значит, что мы сможем от всего сразу отказаться и нужно нам это. Нет. Но надо выбирать то, что не важно, и то, что важно. Вспомнилось выражение такого деятеля кино и боевых искусств Брюс Ли, как он говорил про дисциплину. «Дисциплина – это не ограничение, это отсечение всего лишнего». То есть, очень хорошая фраза, я ее давно, когда прочитал, увидел в первый раз, очень мне запало в душу. Почему? Потому что, действительно, мы, когда себя дисциплинируем, мы же не ограничиваем себя, мы же не пытаемся себя как-то загнать в клетку, в рамки. Нет. Мы просто смотрим, что нам не нужно. Так, вот я смотрю, вот это мне не нужно. То есть, тратиться на какие-то вещи мне не нужно своей энергией. И, соответственно, я их стараюсь убрать, уменьшить хотя бы, то есть, если убрать не можем. И, соответственно, это уже нас дисциплинирует, и дисциплина очень важна. То есть, самоконтроль внутри себя будет позитивно сказываться на нашем развитии. Возможно, кто-то посчитает, что это к йоге не имеет отношения, к асанам, но на самом деле далеко не так. Потому что наш внутренний мир, он очень сильно зависит от наших постоянных поступков. То есть, то, что мы делаем регулярно, будет создавать в нас определенного рода привычки. Если мы привыкнем заниматься йогой, соответственно, ну, например, записались, купили себе годовой абонемент, чтобы это... И, соответственно, ходим постоянно на занятия, у нас будет определенного рода привычка. Например, вставать пораньше или ложиться пораньше и кушать как-то более правильно. И, соответственно, наша жизнь будет меняться. И практика будет более эффективнее, нежели у людей, которые там занимаются по чуть-чуть. Ну, возможно, люди, как сказать, вот бывают занимающиеся, которые занимаются нерегулярно. Они по общему продолжительности времени могут, например, заниматься больше вот 5 лет нерегулярно. А кто-то, например, полгода занимался вот прям так вот хорошо. Какая будет эффективность? Хотя по времени вроде бы человек и больше занимается, но эффективность у него будет меньше. Почему? Потому что у него вот эти спады очень большие. Он вроде как поднялся, 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 потом раз, опустился, все, устал, надоело, энергия кончилась. Потом вспоминает, как же было хорошо, когда я занимался йогой. И опять на гору карабкается, карабкается, а потом опять устал и вниз. Поэтому, во-первых, мы стараемся помнить, что нам надо всегда вверх. Во-вторых, даем себе такие передышки, чтобы не вот, что мы 5 часов в день, каждый день и так далее. Поделюсь определенным опытом своих занимающихся, ко мне ходил парень. На самом деле, таких случаев было несколько. Я просто смотрел, наблюдал за людьми. Вот ходит человек на занятия, говорит, а можно я буду еще ходить там после вашего занятия еще на одном? Я говорю, можно, а зачем? Ну вот хочу, еще хочу утром записаться и еще хочу. Я говорю, а вот ты себе объяснить можешь, зачем? Ну как, говорит, чем больше, тем лучше. Вот сразу, говорит, чтобы вот там чуть ли не просветлеть, да? Ну я, конечно, утрирую. Но что это значит? Человек определенного рода фанатизм. Он старается очень много заниматься. И потом у него могут в определенный момент силы кончиться. И он, соответственно, все. Даже наблюдал такие моменты, когда люди просто заболевали. То есть он вроде бы хочет заниматься, покупает абонемент, там начинает фанатично так вперед бежать. А потом раз, тело ему, оп, за ручник дернуло, тормоз резкий. Почему это происходит? Потому что человек слишком рьяно двинулся в бой, так сказать. Но у него за спиной было не так много энергии. У него сработал определенного рода якорь. А где брать эту энергию? Только надышать, так сказать, вот этих точек наловить на самом деле нет. Определенного рода энергия зависит от нашей кармы, от нашего поведения, того, как мы живем. Соответственно, как я уже говорил, да, какие-то вещи, которые делать нельзя. В йоге есть какие-то вещи, которые делать необходимо. Я еще немножечко вернусь к этому. Но определенные предписания. Важно, чтобы человек жил гармонично. То есть вот представьте, есть эта планета. Она, представьте, что она живая, на самом деле так и есть. То есть она определенного рода, как сказать, существо, которое нас на себе терпит и выращивает. И мы должны себя как-то чувствовать, ну не то, что обязанными, но до некоторой степени, наверное, да, даже обязанными есть за то, что она нам дает жизнь. То есть это я к чему говорю? Это надо смотреть на количество эгоизма. То есть когда человек живет на планете и вообще во Вселенной, в галактике, без разницы, как нечто отдельное со своим я и эго, потому что я так хочу, и это мне нравится, и я буду так делать, и все. А при этом переступать через других людей, живых существ, растения, природу и так далее, ну потому что ему так захотелось и ему приятно, то, соответственно, он будет негармоничным. То есть есть общая энергия, которая двигается в одном направлении, а появляется маленькая частица, которая говорит, а я хочу в другом, и все, и я буду через вас идти. Соответственно, энергетически у такого человека через какое-то время, когда у него запас энергии закончится, у него он может быть накоплен, и, соответственно, пока он есть, он может идти вперед и бодаться, и показывать свое эго. Но со временем, может быть, через эту жизнь, либо в следующую, и так далее, когда запас кончится, ему придется до некоторой степени ответить за те глупости и гадости, которые он причинял. Соответственно, мы таким образом будем тратить свою энергию, сопротивляясь общей волне общего движения, гармоничного развития, так сказать, Вселенной. Поэтому жить по совести, в ладу с природой, это, наверное, самая лучшая заповедь для йогов. То есть когда вы никому не делаете гадостей, когда вы не портите эту планету, либо стараетесь минимально причинять ей дискомфорт о своем существовании. Я понимаю, что тяжело в нынешнее время жить, наверное, экологически, то есть мало кто может себе позволить убежать в пещеру, прикрыться, не знаю, там листом каким-то, лопуха, и там сидеть и практиковать, чтобы не использовать никакие-то вещи с другой стороны. Ну, это такой крайний фанатичный вариант. Вы, допустим, можете убежать, ну, представим, секундочку, да, чтобы вы убежали в пещеру, там дышите носиком, вроде как и планету не портите, и все, и хорошо. Но, с другой стороны, пользы от этого тоже, от вашего существования никакого не будет. То есть, что вы есть на этой планете, что нет, планета не заметит. Поэтому лучший, наверное, вариант делать что-то хорошее. То есть, плохой вариант, когда вы эгоистично живете и переступаете через кого-то. Нейтральный вариант, когда вы максимально убежали в пещеру, скрылись, и планета вообще не заметила вашего существования, от этого никому ни горячо, ни холодно. И позитивный вариант, когда вы делаете что-то хорошее, когда после вас остаются определенного рода добрые дела. О понятиях добро и зло можно, конечно, говорить очень долго, но самое лучшее, что можно делать для людей, это помогать им развиваться, быть более осознанными. Ну, что-то делать такое, чтобы, опять же, нести определенного рода информацию, которая поможет этой планете, например, меньше страдать. Вам эта планета очень благодарна будет. И, соответственно, эти благодарности в виде той самой энергии, про которую я говорил, и будут для вас фундаментом в развитии. То есть, если вы делаете что-то хорошее для кого-то, он это взял, так сказать, к себе в арсенал, использует в своей жизни. И, соответственно, вы за это имеете определенного рода бонус за то, что благодаря вам хотя бы на чуточку этот мир стал лучше. Даже если вы себя сделаете лучше, этот мир будет гораздо лучше. Потому что, в первую очередь, конечно же, начинать лучше с себя. То есть, не вот что бегать и всем причинять добро. Я вот тебя сейчас научу, человек не хочет, а вы его прям насильно тянете, он уже кричит, боится, плачет. Не надо мне добро причинять. Он говорит, нет, я тебе добро причиню. Это тоже будет не очень хорошо, потому что таким образом можно еще хуже сделать. Можно человека от этого, так сказать, хорошего, что, по-вашему мнению, хорошее, оттолкнуть. То есть, когда человека пытаются насильно куда-то засунуть своим фанатизмом, он к этому начинает относиться немножечко, ну, в первую очередь, настороженно, а очень часто даже и негативно. То есть, когда его насильно куда-то пихают, человек срабатывает рефлекс, ум начинает, тоже человек говорит, там что-то не то, сектанты, наверное, какие-то, давай не пойдем к ним. Соответственно, лучше показывать своим примером. То есть, показать человеку, что вот смотри, какой я, ну, не хвастовство, а именно, вот я могу добиться чего-то, да, вы там показываете, я адекватный, здоровый, хороший, добрый. То есть, какие-то положительные качества людям свои не выставляете на показ, а чтобы они, естественно, это в вас видели. Они заинтересуются, а что это он такой хороший-то? Да, я йогой занимаюсь, я там питаюсь правильно, вегетарианец или сыроед или веган, не знаю, вот ваш стиль питания. Еще какие-то такие техники, может быть, какие-то применяете, ну, и расскажете людям, почему вы такой хороший и позитивный, и как вы пытаетесь жить в этом мире. И, соответственно, им это будет интересно, и, возможно, они заинтересуются и тоже захотят этим заниматься. Вот такой вот, может быть, позитивный пример. Так, вопросов у нас вроде бы нету, времени у нас еще чуть-чуть есть, и я хотел вернуться к яме и не яме. Соответственно, когда я говорил, что есть определенные вещи, которые делать нельзя, это у нас ямы, и, соответственно, вещи, которые делать у нас нужно. Ну, соответственно, нельзя, это самое простое, это быть эгоистичным. Самое лучшее, что можно делать, это быть альтруистичным, то есть две чаши, то есть убираем количество эгоизма из себя и взращиваем в себе альтруизм. Альтруизм тоже может быть разный, конечно, у каждого он будет по-разному. Проявляться кто-то захочет помогать котятам на улице, кто-то захочет, наоборот, фитнес-клуб открыть с йогой или еще какие-то. То есть у всех будут разные. Но чем более высокоразвитым существом вы помогаете, тем для вас больше, так сказать, отдача. То есть я не говорю, что помогать кошечкам это плохо, но помогать людям гораздо эффективнее, потому что люди в большинстве своем, если, ну, каждый человек может спасти, допустим, граничное количество кошечек. Но если помочь такому же количеству людей быть более адекватными, эти люди могут жить так, что кошечки, в принципе, и страдать-то не будут на этой планете, у них все будет хорошо. То есть я надеюсь, понимаете мысль, да? То есть если гармонично живут более высокие структуры в виде человека, то кошкам, так сказать, собачкам и так далее, мышкам на этой планете будет легко и спокойно житься, если человек не будет проявлять эгоизм. Потому что проблемы у природы возникают не из-за того, что кошкам тяжело жить, а из-за того, что человек проявляет много эгоизма. И чем меньше эгоизма в людях, тем лучше дышится кошечкам. И поэтому вкладывать свою энергию в уменьшение количества эгоизма в людях и в первую очередь в себе – это гораздо более важный момент. Итак, давайте еще раз пройдем своим, так сказать, умом и вниманием по тому, о чем мы сегодня поговорили. Когда мы занимаемся практикой хатха-йоги и вообще какими-то другими практиками саморазвития, очень важно сохранять концентрацию. Концентрацию мы с вами сохраняем на физическом теле, сохраняем концентрацию на внутреннем мире. То есть, если мы можем позволять себе как-то визуализировать потоки энергии, это будет более эффективно в асанах. Также мы стараемся изучить правильность выполнения той техники, которая нам в данный момент необходима. То есть, например, занимаемся мы хатха-йогой или занимаемся пранаямой, или занимаемся очистительной техникой, неважно. Мы стараемся углубить свои знания, посоветоваться с компетентными людьми и, соответственно, уже смотреть на опыт на этот и пробовать с ним выполнять и видеть этот результат. Результат обязательно будет. Очень главная задача сделать свою практику регулярной. Почему? Потому что, когда мы занимаемся, как мы с вами говорили, да, нерегулярно, но там, допустим, 5 лет раз в год, ну, там, по месяцу. И если человек то же самое сделает 5 месяцев подряд, то результат у них будет, конечно же, разный. Потому что человек, который занимается регулярно, не бросает, у него вот эти спуски, они будут меньше. Он поднялся, может быть, чуть-чуть отдохнул, поднялся, отдохнул и так далее. То есть, вот эти волны, они будут меньше, и человек будет двигаться выше, выше, выше. И очень важно себя, так сказать, не травмировать, как физически. То есть, если мы мышцу потянем, мы же не сможем заниматься. Придется, ну, можно книжки, конечно, будет почитать или еще что-то, но будет травма, как физически, так и определенная психологическая. Будет потом страшно, а вдруг я опять себе что-то потяну, будет больно. То есть, многие боли очень сильно боятся. Страхать, на самом деле, не очень хорошо. Бояться не надо, даже если вы что-то потянули. Ну, все очень быстро зарастает у человека. До шести недель самые такие тяжелые травмы у человека срастаются. Мягкие ткани зарастают очень быстро. Болевой синдром остается надолго, то есть, он может быть, но это уже физиологическая мышечная боль. Она к той травме и к тем рудцам, которые уже образовались, никакого отношения не имеет. Так что тоже помните это, даже если вы травмировались. Но все-таки стараемся себя не травмировать, потому что, ну, зачем? Никому от этого не хорошо, не плохо. То есть, с одной стороны, да, какая-то карма вышла, мы как через эту боль претерпели определенный блок, как мы с вами говорили. Да, с другой стороны, лучше его плавно разобрать, чтобы потом, пока мы претерпеваем отход от практики, у нас снова бы не образовалось. Зачем это нужно? Лучше постоянно двигаться. Регулярность практики очень хорошо на нас влияет. И еще один важный момент, соответственно, быть более альтруистичными и менее эгоистичными. Стараться делать какие-то добрые дела. И эти добрые дела нам будут фундаментом той самой энергии, с помощью которой мы сможем двигаться в нашем развитии. Соответственно, конечно, это можно энергию пустить на какие-то физические предметы, которые можно материализовать. Многие и йогой занимаются, там, раз начал заниматься йогой, оп, там, карьерный рост или еще что-то. Но важно понимать, что ваш карьерный рост – это что-то временное. Это, как сказать, ну вот мы говорили про скафандр у космонавта. Вот у космонавта есть скафандр. Здорово, но какое-то пройдет время, космонавт может остаться, а скафандр отправят на помойку, выпустят новую модель. И, соответственно, привязываться к своему скафандру, какие-то рюшечки к нему покупать, наверное, это не очень нужно. Надо понимать, что мы от этого тела избавимся, наша душа уйдет куда-то, пойдет в новое тело. Поэтому мы это тело содержим в чистоте, в порядке и так далее, то есть ухаживаем за ним. Но понимаем, что это лишь наш инструмент, который мы используем для определенных целей. Соответственно, я даже чуть-чуть задержался, друзья. Прошу прощения у будущих преподавателей, которые у нас далее. Далее у нас будет Влыдкарина Юлия Дувалина. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и успехов вам в практике. Ом!